Добрый день, меня зовут Нестерова Ольга Владимировна, я доктор фармацевтических наук, заведующая кафедрой химии Сеченовского университета. И мы сегодня поговорим о важности и необходимости поддержки организма с использованием витаминов, получаемых на основе растительного сырья. Организм требует поддержки и кому, как не хозяину, позаботиться о себе самом и помочь восстановиться максимально быстро с пользой для здоровья. Данные научной литературы показывают повышенную необходимость аскорбиновой кислоты в весенний сезон. И, конечно, аскорбиновую кислоту мы должны восполнять максимально, используя свежие, непереработанные фрукты и овощи, с тем, чтобы достичь максимального баланса аскорбиновой кислоты в нашем организме. Но также хорошо поддерживать организм с использованием извлечений из сырья, в большом количестве содержащих витамин С. И, прежде всего, это растения и семейства разоцветные, такие, как плоды шиповника, плоды рябины, рябины черноплодной. Возможно использование не только плодов, но и заготовленных ранее листьев этих растений. Также очень важным является поддержание необходимого количества токоферовых витамина Е. Следует использовать максимально неочищенные растительные масла, в том числе не только в составе приготовленных продуктов питания, но и с использованием ложечки, например, масла зародышей пшеницы, которые позволяют максимально обогатить организм данным витамином. Конечно, очень важным является поддержание необходимого уровня каротиноидов. Каротиноиды представляют собой провитамины витамина А. Для того, чтобы каротиноиды с использованных продуктов максимально усваивались нашим организмом, мы должны помнить, что эти соединения относятся к жирорастворимым витаминам, и эффект от натертой морковки будет гораздо больше, если заправить морковку чайной ложечкой растительного масла или ложкой сметаны. В этом случае усваиваемый витамин А пройдет гораздо интенсивнее, и организм насытится необходимым компонентом, поддерживающим иммунитет, работоспособность организма, благотворно влияющим на зрение и позволяющим тоже максимально комфортно выйти из зимнего периода. Также очень важным фактором поддержания организма в норме является наличие лютеолина, который благотворно влияет на состояние зрительного нерва, глазного яблока, и особенно полезен людям, которые много времени проводят за мониторами компьютеров. Лютеолин можно получать в составе уже готовых биологически активных добавок, обогащенных данным компонентом, а также в составе многих ягод, которые могут обеспечить оптимальный витаминный коктейль и способствовать улучшению состояния наших глаз. Не могу не сказать о листьях черники, которые также очень полезно использовать для поддержания организма, поскольку содержащийся в них комплекс биологически активных веществ не только позволяет насытить организм различными витаминами, но также и оказывает важный сахароснижающий эффект. Использование такого коктейля витаминного, содержащего сами плоды черники и листья черники позволит наиболее эффективно дополнить ваше прописанное лечение. Все хорошо знают черную смородину, но не все знают, что это растение является крайне интересным с точки зрения состава биологически активных веществ. В составе семян присутствуют уникальные соединения гамма-линоленовая кислота, которая встречается в очень немногих продуктах питания, а в организме человека вырабатывается только у женщин и только в очень непродолжительный период времени. Гамма-линоленовая кислота вырабатывается в молоке матери и поступает в организм младенца, обеспечивая развитие нормального иммунного ответа. В случае, если ребеночек не находится на естественном вскармливании, современные молочные смеси премиум-класса содержат добавки гамма-линоленовой кислоты, которые получают из ограниченного количества растительных объектов, к которым относятся в частности черная смородина, крыжовник и растения бурачниковых. Хотела бы заметить, что для наиболее полного усвоения гамма-линоленовой кислоты ягоды черной смородины тоже полезно заедать, используя растительное масло, с тем, чтобы обеспечить максимальное всасывание данного ценнейшего биологически активного вещества из данного продукта.